Марья Мгалимова оказалась участницей скандала, который разыгрался в салоне автобуса 74 маршрута. Она неудачно присела на место кондуктора. В результате пожилой женщине пришлось даже обратиться к врачу. В ситуации разбирался Сергей Темляков. Такое состояние, я вся дрожала. Сама не знаю, как дошла с остановки до работы, говорит заведующая библиотекой Дома офицеров Марья Мгалимова. Дожила до 69 лет, такого унижения никогда не испытывала. Отошла кондуктор, обелечивается в салон. Я думаю, пока она там ходит, я присяду. Села на ее место. Шофер предложил мне встать. Я сказала, она подойдет, я встану. А он остановил автобус и говорит, я не поеду, пока вы не встанете. Женщина говорит, номер автобуса, где с ней обошлись по-камски, долго будет помнить. Семьдесят четвертый, номер семьсот сорок один. Того, кого обвиняет в неэтичном поведении Марья Мгалимова, нам удалось найти на линии. Вы когда подогналы? Не знаю, я как-то подогналы. Кондуктор, увидев камеру, даже забыла, на кого работает. Я сейчас за рулем не могу лицевать. Водитель, видимо, сразу понял, почему к нему в автобус зашли журналисты. Но развернутого ответа и от него получить не вышло. Ну давайте ее пригласим, потом решим этот вопрос. Но было у вас такое сегодня в автобусе? Не было. Почему так по-хамски повел себя водитель, ВТП нам сегодня объяснить почему-то и не захотели. В комитете по транспорту лишь заявили, что вопрос взят на рассмотрение. В Минтрансе нам сказали, что официально документа, закрепляющие за кондуктором место в салоне автобуса, нет. Сергей Цемляков, Астана Малюга, Телеканал.